доброе утро приветствую вас на вебинаре посвященном проблемной коже меня зовут оксана житкова я менеджер по развитию продаж ухода за кожей в нашей потрясающей компании арифлейм и сегодня мы поговорим с вами о том что такое проблемная кожа что вызывает проявление на поверхности кожи вот то что мы называем проблемами что необходимо для проблемной кожи чего нужно избегать и конечно посмотрим на то как с помощью средств ухода арифлейм можно минимизировать такие неприятности на поверхности кожи как ухаживать за такой деликатной и требующий особого внимания кожи вот перед вами рисунок мы поговорим о том как должно быть в идеале и что же происходит когда есть какие-то отклонения от норм и так вы видите такой средств кожи я вам поясню внизу это наш такой подкожный жировой слой самый большой такой желтый слой это дерма и вот самая такая поверхность кожи не поверхность а эпидермис он отделен вот такой вот сиреневой линии и посмотрите на наш волосяной фолликул где образуются сальные железы и собственно где вырабатывается себум здесь он обозначен как кожное сало и так сальные железы в наших волосяных фолликулах естественным образом конечно же вырабатывают себум для чего он нужен те кто считает что вот вот это вот увлажнение в виде нашего естественного подкожного жира не нужно те ошибаются дело в том что при нормальных обстоятельствах наш наши сальные железы вырабатывают такое необходимое количество себума для того чтобы увлажнить поверхность кожи для того чтобы поддерживать чистоту пор между прочим каким образом дело в том что именно себум наши наши вот это кожное сало подкожный жир вернее то что выходит на поверхность способствует тому чтобы удалять так называемый мусор то есть ороговевшие клетки омертвевший слой но время от времени выработка себума может усиливаться и вы знаете когда его образуется много вот этот избыток смешивать с ороговевшими клетками закупоривают пор и вот в этом как раз и проблема когда поры забиты закупорены излишками себума плюс смесью ороговевших клеток которые вместо того чтобы отшелушиваться остаются на коже смешиваются себумом и как раз забивают поры что происходит окисляясь вот эта смесь дает в результате черную точку всем нам знакомую или же если это не открытая пора закрытая не черная точка будет а белая и все это и белые черные точки вот эти вот образования называются комедоны акне это такое знаете общее название красивое такое знаете французское название но на самом деле акне это от вот этих черных точек до таких вот больших образований как надулы пустулы то есть проще говоря прыщи прыщи с разными с разным содержимым внутри мы сегодня с вами будем говорить на таком языке это конечно не очень приятно но это у наверное 70 процентов населения встречается в той или иной степени в какие-то моменты или это вообще постоянная история пившиеся себум видите он не может выйти наружу потому что он смешался с ороговевшим слоем вот это избыточное количество себума как я уже говорила смешиваясь с ороговевшими клетками как раз дает вот такую закупорку и она может проявиться по-разному виде черной точки в виде закрытой белой просянки так называемый и вообще это может быть вообще в любом зависимости от того сколько себума выработал зависимости от того инфицировался ли этот себум потому что бывает что смешиваясь с определенным родом бактерий образуются вот такие какие-то гнойные образования которые мало вылечить потом нужно еще и убрать следы и конечно мы с вами не будем рассматривать то что относится к дерматологии мы сегодня поговорим о том что можно сделать с помощью косметических средств с помощью средств ежедневного или периодического ухода за кожей и давайте сначала посмотрим на причины появления проблем на коже но как я уже сказала это избыток себума и утолщение рогового слоя эпидермиса это очень взаимосвязано и вот это самая главная причина закупорки конечно изменения в работе гормональной системы безусловно и здесь уже мы просто можем наблюдать мы можем знать что делать какие-то со средства у нас должны быть под рукой и ежедневный уход также должен учитывать вот периодические какие-то изменения в работе гормональной системы я возможно сейчас назову те причины которых вы даже не догадываетесь конечно это заболевание желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы но это я вам говорю что может вызвать мы конечно такие не будем рассматривать вопросы но конечно тут нужно посмотреть на какие на какую-то придерживаться какой-то диеты жесткая диета при окне конечно не нужна но рекомендуется конечно использование продуктов которые не содержат большое количество углеводов и кстати говоря молочные продукты также могут быть избыток конечно причиной появления окне и конечно говоря о желудочно-кишечном тракте сразу хочется напомнить что у нас есть прибиотик который нормализует работу кишечника ведь оттуда начинаются все вот эти проблемы поэтому обратите внимание если вы точно знаете что ваша проблемная кожа связана за системой жкт то конечно нужно обязательно приобрести себе наш прибиотик и вы знаете он справляется даже самыми такими запущенными проблемами я подальше что недосыпь это вообще такой провокатор вместе со стрессом вы знаете стресс и недосыпь это такие недооцененные провокаторы появления вот таких нежелательных дефектов на коже они знаете очень точно бьют в цель при недосыпи или при стрессе вы знаете вырабатывается такой гормон кортизол и он способствует тому чтобы кожа была более жирной то есть вырабатывается стимулируется запуск выработки большого количества себума и кожа я вам сейчас скажу четыре простые правила как ухаживать за проблемной кожей они я думаю вы сами догадываетесь что нужно кожу такую хорошо очищать это самое первое правило и здесь средства очищения не должны содержать спирт они должны быть очень деликатными очень щадящими дело в том что вот такие проявления на коже они очень остро реагируют на спирт на какие-то жесткие компоненты и кожа для того чтобы защититься вырабатывать еще большее количество себума это очищение в очищение конечно же я и сразу имею виду какие-то не на очищение так и пилинги я думаю что вот абразивные какие-то скрабы что-то содержащие что-то такой вот мелкие частички там ну вы знаете скрабирующий назовем это когда у вас такой процесс активного воспаления их лучше вообще не использовать потому что они также будут провоцировать но во первых они будут ухудшать состояние если например это какой-то такая открытая ранка или такой знаете прыщ который еще не начал затягиваться то конечно абразивы использовать абразивные скрабирующие средства вообще не нужно сейчас очень много пилингов содержащих различные кислоты как а х кислоты так и бх кислоты то есть кислота кислоты которые работают хорошо на поверхности кожи и бета кислоты как например салициловая кислота потрясающий компонент особенно в составе сбалансированного такого средства хорошего средства такого как арифлейн например вот это то что нужно для того чтобы один или два раза в неделю вот отшелушивать вы видите вот этот слой излишки себума и роговые чешуйки их нужно обязательно растворять и уносить с поверхности сами они не сделают этого даже если вы ежедневно очень хорошо умываетесь поэтому раз или два в неделю это нужно делать обязательно мотирование излишнее мотирование вот пудры даже самые микродисперсные они также способствуют выбросу еще большего количества себума поэтому нет абразивным средством скрабирующим нет излишнего мотирования нет спирта содержащим средством и конечно же до хорошему такому питанию обращайте на него внимание активному кстати образу жизни хотя напрямую сидячий образ жизни не приводит как на но вот жизнь в движении занятия спортом они помогают что делать снижать уровень стресса а мы с вами говорили о том что стресс который мы все время от времени испытываем он очень хорошо провоцирует образование различные ну назовем их окна и мы с вами то конечно мы обращаемся к нович плюс блемеш плюс hd5 здесь главная звезда безусловно это сыворотка но давайте по порядку посмотрим на все эти продукты антивозрастной уход и борьба с несовершенствами здесь мы встречаем уже серьезную такую серьезный состав ингредиентов и у нас здесь наш знаменитый комплекс ори пептид 3 и биосистема контроль ори пептид 3 это комплекс который будет отвечать за антивозрастной эффект то есть будет усиливать выработку коллагена то есть таким будет бустером для того чтобы наша кожа была ровной красивой упругой а вот производство себума будет контролировать как раз комплекс на основе растения ахиота и как результат даже пигментные пятна вот мы с вами говорили про то что они застревают в этом орговевшим слое смешанным себумом они будут минимизироваться но и конечно что уж тут говорить про акне про размер пор поры будут сужаться и конечно кожа будет более чистой давайте посмотрим подробнее на описание этой линии что вас еще может кроме проблем беспокоить это морщины это потеря упругости и конечно вам хочется более чистой кожи и здесь кроме технологии биосебом контроль есть уникальнейший компонент янтарная кислота вы знаете на сегодняшний день янтарная кислота это тот компонент который является одним из самых эффективных в борьбе с вот такими проявлениями и конечно сейчас я кстати про янтарную кислоту скажу чуть подробнее потому что этот компонент он достаточно дорогой и вот включив его вот такой вот сложный состав с орепепти 3 технологии биосебом контроль такой знаете высоко технологичное биоактивное содержание формулы янтарная кислота должна быть в очень тщательно подобранной концентрации на должна быть очень сбалансирована и хорошо сочетаться вот с этими комплексами и конечно здесь есть во всей линии вот на что то что будет помните увлажнять укрывать кожу после нанесения сыворотки нужно в течение дня чтобы эта кожа не была атакована внешним воздействием загрязненным воздухом ультрафиолетом и у нас для этого есть вот такой вот и дневной крем легкой текстуры конечно жирная кожа всегда выберет легкую текстуру плюс здесь есть дополнительное увлажнение гиалуроновая кислота который способна удерживать влагу ниацинамид который дарит сияние дополнительное увлажнение и антиоксидантные действия это витамин е то есть защита от внешней агрессии и посмотрите отдельно про янтарную кислоту который выводит токсины снижает угревую выраженность вот янтарная кислота который который входит состав сыворотки из линии на вэй плюс бремиш плюс hd5 и эта кислота способствует сужению очищению пор ускоряет заживление кожи то есть это сыворотка вместе конечно с кремом в дуэте с кремом будут дарить постепенно такую ровную без рубцов без следов от окне которые вы сегодняшнего дня перестанете трогать руками потому что вот это механическое воздействие на различные высыпания знаете что происходит когда мы это делаем мы травмируем стенки сосудов мы вызываем повышенную такой знаете способность кожи к образованию купероза розации и нужно ничего трогать вы не убираете причину вы убираете часть следствие оставляете такой след неприятный поэтому лучше взять какое-то соцсредство посмотрите что здесь самое главное что кожа становится спокойной и мы можем постепенно вообще успокоиться сами и не переживать что будут какие-то новые образования новые при ежедневную программу сказали теперь пилинги о которых я говорила в начале на вэй плюс это тоже абсолютно уникальнейший потрясающий пилинг который содержит сбалансировано как аха кислоты так и бета кислоты для того чтобы работать как на поверхности так и в глубине и конечно здесь есть антивозрастные компоненты которые предназначены специально для того чтобы также помочь нам сохранить молодость кожи и энзимы граната будут ускорять клеточный обмен и улучшать текстуру и цвет лица что я добавлю как обязательное к нашей сыворотки для проблемной кожи это конечно нашу эссенцию потому что после очищения нашу проблемную кожу нужно оздоровить и это здоровье оставить на целый день и у нас есть ну это знаете аналогов нашему мисту нашей эссенции нет она дарит здоровье кожи лактобионовая кислота улучшает вот этот микробиом на поверхности кожи о чем мы с вами говорили должно постепенно все оздоравливаться и этот мист будет этому способствовать увлажнение для жирной кожи просто необходимо для проблемной кожи помните увлажнение успокаивает выделение себума успокаивает кожу дарит комфорт что у нас на поверхности кожи есть такой естественный увлажняющий компонент фактор он называется по-английски если вы видели такую аббревиатуру nmf то есть natural massurizing factor и этот фактор он видит чего он видя молекул которые реагируют на состояние воздуха если воздух хорошо увлажнен например туман или душ шарко или вот такая ионизация от фонтана то вот этот наш nmf наш увлажняющий фактор он притягивает эти молекулы и прямо удерживает на коже тем самым разглаживая расправляя что называется кожу так вот наш мист работает так что наш nmf насыщается прямо на весь день и если говорить про поверхность кожи то она будет выглядеть очень хорошо конечно для глубинных слоев для эпидермиса для дыма уже нужно будет взять качестве увлажнения что-то такое более проникающие вглубь но задача лосьона задача миста хорошо увлажнить хорошо оздоровить кожу и оставить этот эффект на целый день конечно же средства просил текла о которых мы уже начали говорить начиная с увлажняющей сыворки и это наш ретинол это ретинол поможет все это выровнять и плюс еще у него есть замечательные мощные действия на выравнивание морщин направлены поэтому ретинол проблемной кожи нужен обязательно но это я дальше покажу я составила программы как в какой последовательности что использовать и вы посмотрите что вам подходит больше всего и сами себе выберете волнение приобретите себе аха кислоты которые не нужно смывать я люблю эту сыворот за то что ее нанес и не нужно никуда дальше идти смывать можно наносить свои ночные средства дальше и здесь аха кислоты например пилинг в один раз в неделю используйте там такая более глубокая более глубокое очищение а вот эта сыворотка она будет знаете день за днем дарить вам ровный тон кожи и напомню что ее не нужно смывать но конечно маска из биоцеллюлоза с большим содержанием увлажняющего компонента неоциномида который дарит сияние стимулирует также такой антивозрастное действие как синтез коллагена и вы знаете что эта маска она уникальна тем что она не из ткани она из такого материала это смесь бактерий и кокосовой воды которые в питательной среде выращивают и получается вот такая вот похоже на ткань текстура но это не тканевая маска это вот такой вот настоящий научный салонный уход у вас дома и почему она на свою цену оправдывает на сто процентов потому что это салонный уход и конечно в нович плюс есть вот такой вот нацеленный также сос средства нацеленные на проблемные зоны а салициловой кислотой и липо аминокислотой такой поликистата которая оказывает антибактериальные точечные воздействия и давайте посмотрим на программу для проблемной кожи если вас беспокоит расширенные поры черные точки воспаления то это конечно как основа вот то что тут верхнем правом углу наша замечательная линия с голубой вот такой вот сывороткой которая символизирует чистоту кожи и плюс один-два раза в неделю посмотрите на ночь мы возьмем сыворотку например с аха кислотами а днем один-два раза в неделю мы дополнительно возьмем маску с неоциномидом прямо с ретинолом когда мы берем ретинол нужно использовать отдельную программу то есть не берите аха кислоты не берите пилинг можно пилинг можно два раза в неделю все так же а вот на ночь ретинол сыворотку и днем вот такая вот легкая наша основная программа но конечно введите эссенцию обязательно для дополнительного оздоровления ну и в общем то на этом все давайте давайте